всем привет с вами снова из добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств и сегодня у меня будет обзор телефона который я давно мечтал подержать в руках от компании lenovo младший брат lenovo вайп z2 pro а именно обычная z2 без приставочки про это облегченная удешевленная версия недавнего флагмана компании lenovo телефон для тех кому хочется обладать телефоном достаточно мощным стильным железным но при этом которые не готовы выкладывать за флагман порядка 30 35 тысяч рублей а именно столько сейчас стоит официальный lenovo вайп z2 pro z2 стоит в два раза меньше сейчас его легко найти за 14 с половиной тире 15 тысяч что же предлагает нам недофлагман ну хотя нет не будем называть его недофлагманом это не очень хорошее слово по отношению к данному телефону назовем его флагман лайтс что же нам предлагает данный флагман лайтс ну это точно такой же замечательный стальной корпус как и у lenovo вайп z2 pro единственная экран здесь у нас пять с половиной дюймов а не шесть и естественно начинка послабее за два про у нас стоял snapdragon 801 здесь же у нас стоит 64 битный четырех ядерный 410 snapdragon забегая вперед могу сказать что данного железа телефону хватает за глаза если учесть что экран здесь пять с половиной дюймов формата hd а у z2 pro напоминаю было 6 дюймов и q hd дисплей 2 560 на 1440 чем еще примечательно данный телефон здесь достаточно качественные камеры как основная в 13 мегапикселей и обладающие двойной вспышкой так и фронтальная здесь кстати 8 мегапикселей в отличие от 5 мегапиксельный в z2 pro ну на этом естественно отличие не заканчиваются в z2 pro у нас был аккумулятор на 4000 миллиампер здесь у нас аккумулятор на 3000 миллиампер телефоны по толщине кстати не сильно отличаются несмотря на то что здесь аккумулятор меньше телефон тоньше не стал здесь у нас ширина 7 и 8 миллиметра в з2 pro 7 и 7 миллиметра но там напомню корпус сам по себе шире за счет диагонали 6 дюймов и естественно в данный объем можно было втиснуть батарейку 4000 миллиампер здесь всего лишь три но за счет более слабого железа за счет меньшей диагонали живет телефон в некоторых случаях даже подольше чем z2 pro и собственно говоря с этого наверное хотелось бы начать естественно я сделал необходимые бенчмарки и телефончик в antutu battery tester набрал 8630 баллов телефон от lenovo традиционно набирают большое количество баллов и находится в верхних строчках поэтому это не стало для меня откровением и сюрпризом но могу сказать что данные цифры отчасти не до конца скажем так отражают насколько хорошо телефон держит батарейку так как здесь не очень высокопроизводительная платформа как я уже сказал здесь 410 qualcomm 64-битный то в в обычном использование да то есть если вы не сидите постоянно в телефоне стандартное такое использование он проживет у вас легко двое-трое суток у меня я его использовал как второй телефон но он меня был на тесте не так долго поэтому не было возможности скажем так полностью на него переехать и полностью использовать как основной он у меня был как второстепенный то есть но в любом случае интернет был постоянно включен но использовалась одна симка он у меня жил трое суток вот поэтому для такого экрана в пять с половиной дюймов и батарейки 3000 миллиампер это отличный результат что примечательно приехал ко мне телефон с версией прошивки 444 версия android и сразу же попросил обновиться и после обновления версия прошивки стала 502 то есть мы сейчас имеем на борту полноценный лолипоп 502 что собственно говоря тоже очень и очень приятно здесь у нас 2 гигабайта оперативной памяти и встроенной 32 к сожалению она память не расширяется здесь единственный слот вот он для сим-карт корпус у нас не разборной соответственно внутрь попасть мы никоим образом не можем ну что прежде чем продолжу рассказывать про другие бенчмарки теста давайте внешне более подробно пробежимся значит ну как я уже сказал корпус целиком сделан из металла за исключением вот этой вот верхней части она сделана из такого пластика который очень похож на оникс или эбонит то есть он больше напоминает такое знаете вот как камень какой-то благородный вот здесь у нас прячется как раз все раз антенки да и корпус естественно целиком полностью железный быть не мог иначе бы были проблемы со связью о коих в данном телефоне абсолютно нет на левой стороне у нас значит слот для сим-карт здесь у нас две симочки прячется с правой стороны кнопка включение и качелька регулировки громкости с нижней стороны у нас разъем micro usb для синхронизации два стереодинамика вот наверху здесь мы видим камера 8 мегапикселей здесь датчики находятся динамик естественно слуховой и сверху здесь еще у нас есть три с половиной миллиметра под наушники основная как камера как я уже сказал 13 мегапикселей и фотографии которые она делают они действительно поражают не часто в телефонах lenovo можно увидеть настолько качественный сенсор фото сенсор здесь фотографии мне очень понравились ну что продолжим тогда смотреть сам телефон значит естественно провел тест antutu набрал стандартный для снэп дрэгона 410 вон 24 тысячи попугайчиков ну без малого это стандартный результат и 410 снэп показывает в среднем 22-25 тысяч зависимости от прошивки и телефона здесь 24000 как уже сказал никаких проблем со скоростью работы в телефоне нету я немножко поработал сейчас повторюсь здесь лолипоп и с прошивкой kitkat скорость на лолипоп мне показалось что стало чуть-чуть быстрее все да ну может быть плавнее поэтому настоятельно рекомендую всем кто покупает данный телефон из коробки 44 прошивать лолипоп ну что продолжим дальше традиционный естественно я проверял как он крутит видео здесь естественно у нас учитывая железо нет никаких проблем громко сделаем потише это 720p используется ускорение у нас аппаратная значит на full hd абсолютно тоже никаких проблем к сожалению камера не может передать здесь очень качественная стоит матрица и вот именно просматривая фильмы это замечаешь то есть она знаете такие выдает очень теплые приятные тона но это не желтизна а именно тот цветовая то цветовая температура которую вот именно хочется видеть просматривая фильмы да то есть очень приятные оттенки и мне очень понравилось действительно как выглядит видео на этом экране что касается громкости динамика самого давайте я включу громкость максимальную и звоночек здесь все замечательно без всяких проблем выберем сейчас какой нибудь звоночек достаточно громко повторюсь здесь у нас стереодинамик поэтому качество звука и его громкость они на высшем уровне соответственно с прослушиванием музыки у вас тоже не будет никаких проблем все достаточно громко ну здесь мы видим уже обновленное меню лолипоп с разноцветными значочками вот хотя все обладатели телефонов леново не увидят ничего нового потому что это стандартная оболочка вайп юай то есть несмотря на то что прошивка меняется по сути она выглядит абсолютно одинаково да то есть что на kit card что сейчас на лолипоп даже обои не поменялись вот все выглядит абсолютно одинаково к сожалению забыл сделать традиционный скриншот gps да проверял естественно как обычно но могу сказать что никаких проблем нету так как это qualcomm то естественно присутствует у нас здесь игла нас помимо gps поймал спутники он очень быстро горячий холодный старт вернее занял менее минуты без использования мобильного интернета вай фай да и различных других помощников горячий старт но практически мгновенно естественно я сделал скриншот работы вай фай модуля здесь тоже никаких проблем тестировал я его на работе у нас тарифная скорость 50 мегабит собственно говоря что мы и видим причем как на получение так и на передачу то есть установленный вай фай модуль здесь работает на полную мощь не режет скорость никаких проблем что тоже не может не радовать повторюсь я в основном на работе и дома используют телефон именно с вай фай они 3g или lte поэтому для меня это критично и важно ну я думаю что для многих из вас тоже ну что давайте еще посмотрим как у нас здесь идут игрушки хотя никаких проблем не возникло ни с казуалкой не с достаточно требовательной спортивной игрушкой и вот каждый раз запуская virtual теннис на телефонах со снэпом здесь выскакивает такая вот табличечка да что optimized for snapdragon так здесь мы включим такие настроечки и запустим тестовый матч спустим с с с с Ну, собственно говоря, как мы видим, никаких проблем у нас не наблюдается. Естественно, игрушка идет на максимально возможной скорости, с максимально возможной графикой. Как мы уже видели, она оптимизирована для устройств, работающих на Qualcomm процессорах. Поэтому было, конечно, бы удивительно, если бы возникли какие-то затруднения. Здесь мы этого не видим, все работает очень шустро и быстро. Поэтому мы запустим другую игрушку, Raymond Jungle. Ну что, давайте также пройдем буквально один уровень. Немножко уменьшу громкость, чтобы не перекрикивать. Ну, собственно говоря, естественно, не наблюдаются никакие лаги, фризы. Телефон запросто справляется. Ну, в принципе, игрушка, конечно, это не самое тяжелое, не самое требовательное к железу. Но я сталкивался иногда и с тем, что на некоторых планшетах, на Intel, на Atom, данная игрушка подтормаживала. Что было неприятно. Ну что, собственно говоря, наверное, все, что хотел коротко, емко и быстро рассказать о телефоне, рассказал. Мне телефон очень понравился. Я думаю, что выглядит он реально значительно дороже своих денег. А учитывая то, что со своим старшим братом Z2 Pro они выглядят практически идентично. Ну, за исключением чуть больше диагонали у Z2 Pro. То, покупая телефон за вдвое меньшие деньги, вы, как бы, в любом случае, да, становитесь обладателем телефона из линейки Vibe Z. И я думаю, что немногие ваши коллеги, друзья догадаются, что данный телефон стоит значительно дешевле, да, чем его старший брат. На самом деле, пока я ходил с телефоном, у меня многие знакомые и коллеги на работе брали его, естественно, посмотреть, потрогать. И пометуя о нынешних ценах, да, сколько стоят нынешние флагманы, мы все прекрасно знаем, спасибо курсам, да. Мне все дружно говорили о том, что данный телефон, ну, чисто визуально и по ощущениям тянет, ну, не менее чем на 20, а то и 25 тысяч рублей. То есть, действительно, он ощущается как более дорогой аппарат. Поэтому, мне кажется, по соотношению цена-качество данный телефон, ну, заслуживает вашего внимания. Он, как и практически большая часть телефонов от Lenovo, очень долго работает. Здесь хорошая батареечка. И, собственно говоря, чем он еще берет, это качеством фотокамер. Он делает действительно прекрасные снимки. Ну, чтобы не быть голословным, я сделал буквально вот совсем недавно несколько макроснимков. Вот. И качество, ну, оно действительно потрясает. Это сделано без вспышки, ну, под цветом лампы, естественно. Но здесь увеличиваешь, и видны малейшие-малейшие подробности на фотографии. Не видно ни шумов, ни зернистости. То есть, ну, действительно, матрица отрабатывает на все 100%. Это мне тоже понравилось. Очень хорошие динамики, стерео, громкие, четкие. Звонок пропустить очень сложно, потому что они расположены правильно, с торца, с нижнего. То есть, как бы мы телефончик не положили, динамик не перекрывается, и его будет всегда слышно. Так что, в общем и целом, телефон рекомендую. Супер. Вот. На сим заканчиваю свой обзор. Спасибо за внимание. С вами был Айс. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк.